Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя, и я вас очень рада здесь видеть. И сегодня я начинаю снимать новую рукодельную неделю. Пять дней где-то я не снимала видео, и за это время я начала новый дизайн. Давайте я вам его покажу, потому что он обалденный. Это Милхилл. В общем, даже не знаю, что сказать. Та-дам! Это сезонная панелька, их всего шесть. Я видела, продавались в том году все шесть, но я не купила, купила только две. Я не знаю, почему я не купила все. Я сейчас очень сильно об этом жалею, потому что цена на них была нормальная. Изначально, кстати, они стоили все по 26 долларов в 2003 году. Сейчас, конечно, цены на них взлетели, и панелька продается на ebay за 200 долларов. Мне кажется, 200 долларов это совсем уже очень много за вот эту работу, поэтому, конечно же, я покупать не буду. У меня есть две. Одну все-таки я думаю еще купить, потому что она более-менее адекватно еще стоит. А остальных все выше подбором. Но проблема в том, что здесь есть ткань, которая у нас, по-моему, 10 каунта Тула. И она снята с производства. То есть основные цвета есть, но вот этот голубой, его найти невозможно. Вот поэтому я рада, что у меня эта панелька есть. Я везла к стене ebay, и говорю, Таня, беги, срочно покупайся. Я говорю, что у меня подружки, пока она еще продается по 50 долларов, вполне приемлемая цена. Ну так вот, что я вам все время про это говорю. Давайте покажу результат моих выходных. И вот, что у меня вышло. Во-первых, покажу размер вот этой тулы. Она огромная, да, то есть вот моя рука, и большая, и вот такой размер ткани. Немножко не передается цвет основы, она такая нежно-голубая, очень красивая. И давайте покажу вам поближе, что я вышла. Я вышла елку. Пришла уже такой большой бисер сюда. Этот снеговик очаровательный. Конечно, он у меня еще не закончен. Как видите, у меня отсутствует морковка нос. Сердечко. Посмотрите, как все красиво блестит, переливается. Вот, я уже начала работать над буковкой. И еще одна елка. Супер! Я просто в дичайшем восторге, как только я начала вышивать этот набор, у меня, я не знаю, я получила такое колоссальное удовольствие, которое я получала очень давно от наборов Милл Хилл. Я люблю вышивать Милл Хилл по этой причине, потому что они для меня вот как конфетки. Реально бисер красивый, эмбелошмент какой-то там, пуговку красивую положат. И так все блестит, сверкает. У меня уже настолько это все приелось, что когда я взяла этот набор, это просто что-то невероятное. Давайте покажу вам нитки. Во-первых, здесь идут в наборе нитки DMC. Да, то есть их немного. И также идет здесь крейник и вот такие ленты. Все они блестящие, очень красивые, переливаются. По ощущениям, такой прям шелк. Это белый, красный цвет и сиреневый. Это крейник синий. Ну, очень приятно вышивать. Дальше здесь еще в наборе ушла вот такая ниточка Color Wash. Японский шелк номер 518. Я знаю в другой панельке, в которой у меня есть номер 519. В принципе, его можно найти, но большинство цитово-снето производство. Но это еще продается. Очень тоже приятно вышивать. И вот этим шелком вышиваются елки. В общем, вышиваются они в 6 сложений. То есть в нитке у нас 12. В пасме 12 ниток. Нужно разрезать. То есть я отматываю, разрезаю и делю пополам, по 6. Дальше. Вот это дерево вышивалось в 4 сложения. Вот здесь написано в 4 сложения. То есть нитки DMC здесь используют только вот 3 цвета. Это коричневая елка, да, вот этот ствол. Потом вот это я, наверное, этим еще не вышивала пока что. Пока еще не вышивала. В основном здесь все вышивается вот этими лентами в одно сложение. И вот в 6 сложений вот этой ниткой. Сам бисер пришивается в 2 сложения крестом. Я сначала пробовала сделать полукрестиком, потому что бисер огромный. Но потом решила, что буду делать крестиком, так как слишком уже большие. Такие вот здесь дырки. Поэтому, мне кажется, красивее выглядит, когда вышита крестом. И да, все остальное вышивается в 4 сложения. Бисер, давайте вам покажу. Бисер такой вот огромный. Так не было непривычно им вышивать, но безумно интересно. Вообще я просто кайфанула. По-другому не могу сказать. Также в наборе идет вот такая вот звезда, которая клеится на рамку. И вот какой-то белошмент пак. Как это называется. Это, наверное, у Джастнайна белошмент. А здесь как-то по-другому. Вот эта звезда, насколько я знаю, снита с производством. Ну, можно заменить, либо найти что-нибудь похожее. В принципе, все их можно вышить под Боваром. Но вот этой панельки нет схемы в интернете. И ноябрь, декабрь. Вот все остальные, в принципе, есть. Давайте покажу вам еще поближе. Смотрите, как красиво все переливается и блестит. Ну, супер. Здесь у нас будет такой подарочек. Нос будет вышиваться очень интересно. Здесь будет использоваться обычный бисер, по-моему, даже аппетит. И нужно будет сделать... Что нужно будет сделать? Что-то интересное. То есть он не просто пришивается, а делается вот таким вот способом. Ну, прикольно. Набор интересный. И такое прям баловство. Я изначально подумал, что хочу сделать из него подушку. Потом подумал, куда я эту подушку длинную положу. А если я буду собирать все? Все шесть, куда мне эти подушки? У меня места столько нет. Чтобы все это куда-то класть. Я вышиваю на пяльцах. И так как я сразу пришила бисер, мне довольно-таки сложно сейчас будет пришивать, ну, то есть делать остальные элементы. Так как я боюсь, что я испорчу здесь вот эти бисеринки, что-нибудь там погну, поэтому буду вышивать все остальное на руках. Вот. По ощущениям, вот эта вот канва, это как сито для творога. Вот честно. По-другому не скажешь. Но я просто кайфую. Просто очень-очень кайфую. Обалдею. Ну, у меня такое хорошее настроение рождественское. Поэтому буду продолжать с удовольствием вышивать на этой неделе этот набор. Но даже, наверное, и закончу. И после того, как закончу этот, я уже решила начать вот этот. Он маленький, вышится очень быстро. И он, видите, у меня такой немножко помятый, потому что пришел такой. Вот. Ну, хочу вышить эту коробочку и положить туда пуговки. Потому что пуговок у меня много, а места мало, где все это хранить. Вышью, я думаю, тут за два вечера. Изи. Просто изи. Еще я вышиваю вот этот дизайн от Хэнс. Конечно же, не могу от него оторваться. Но его нужно вышивать только днем, потому что 36-й каунт и продвижение кажется небольшим. Вышивая в нитках TM7. Давайте покажу, что здесь у меня есть. Вышилось. Я только что сняла с пялец, потому что вышивала. Сижу такая вышиваю, думаю, так, надо начать срочно вышивать рукодельную, точнее, снимать рукодельную неделю. Понедельник все-таки. И вот что я вышила. Как мне кажется, это такой неплохой результат за выходные. Вот это я вышила за выходные и все. А вот это я вышила за сегодня. Да, немного. Но хоть что-то. Я и то рада. Но у нас сегодня как-то не солнечно, поэтому эту работу, наверное, я отложу и буду вышивать милыхил. Уже очень хочется посмотреть, как он у меня продвигается. Потому что я еще ни разу не видела на YouTube, чтобы кто-то вышивал вот эти панельки. Ну, да. Все-таки тогда буду открывать этот мир с этими панельками для вас я. Потому что я хочу учить все. Как я сказала, у меня есть две. Но я планирую купить еще одну и остальные все буду вышивать подбором, потому что Тула это будет продаваться. Там она такая идет коричневого цвета. В принципе, на один, два, три можно заказать. И было что-то снег-то из производства, но я поищу, найдусь, нет, то заменю. Ну, в общем, вот. Теперь у меня новая серия намечается. Это я вышла из своих ангелов от милыхил. Думаю, так, какую мне еще серию собирать? Надо что-то еще начать мне срочно. В общем, я очень довольна. Не могу перестать рассматривать этого снеговика. Ну, такой он хорошенький. Сердечко такое милое. В общем, все классно, весело. Так прям по-детски. Ну и все. Все, что я вам сегодня хотела показать. Пойду вышивать. Надеюсь, завтра что-нибудь интересненькое у меня еще вышится. Может, даже у меня вышится вот эта буква. Вообще, планирую сегодня завершить этого снеговика. Здесь остался только ему нос. Пришить эмбелошмент. Потом сделать снег, имитирующий вот здесь и вот здесь. Полностью дошить буковку и начать вышивать вот эту букву. В принципе, я думаю, это реально. Вот схема выглядит таким вот образом. То есть мелковато, но в принципе, все понятно. О, смотрите, здесь даже бэкстич у него, наверное, есть. Я что-то даже не заметила. Да, есть бэкстич. Ух ты! В общем, классно. Очень-очень довольна, что выбрала этот дизайн для себя. Ну все, пойду вышивать. Тоже 10 минут наболтала. А еще у меня впереди целых 5 вышивальных дней, поэтому видео получится, скорее всего, длинным. Устала вышивать. Решила пройтись прогуляться возле дома. Любим, такое время сейчас, 5 часов вечера. Такое приятное солнышко. У нас рядом с домом небольшой парк. Когда можно прийти и посидеть, отдохнуть глазами. Я вчера довольно-таки много времени уделила вышивке. Так у нас портилась погода, и мне хотелось дома сидеть и вышивать. Вот смотрите, я уже сделала снег на одной варежке, но не сделала пока на другой. Сделала нос, морковку таким вот интересным способом. Здесь я уже сделала снежок. И он так интересно выполняется. Вот эти большие бисеринки, это просто большие бисеринки, которые прищиваются крестом. А вот эти бисеринки, они делаются подобие вот этого стежка. То есть берется нитка, надевается две бисеринки и закрывается она потом не тремя бисеринками, как здесь, а просто сверху, как обычный крестик. И получается вот такое сооружение, такой сугроб. Что еще сделала? Несколько одиночных бисеринок решила. И также начала оформлять эту буковку. Посмотрите, как здорово это выглядит. Здесь еще должен быть бантик. Вот здесь бантик, здесь бантик. Но я еще его не сделала, потому что боюсь, что он примнется. Дальше я сделала буковку L. Вот как выглядит интересно здесь. Снежок. Вот такие бисеринки красивые. Дальше вот эту букву я сделала. Она такая красивая, радужная. Прям вообще настроение от нее поднимается. Вот эту букву. И начала вечером, уже поздно вечером, оформлять вот эту буковку. Здесь я и допустила ошибку. Здесь должно быть еще не зашитое пространство, то есть для одной бусинки. Но я уже не буду ничего распускать. Вот здесь вот оставлю как есть. Просто наверх пришлю бисеринку. И если честно, то вот эта буква была самая тяжелая. Потому что я покажу вам сейчас схему. Посмотрите, как она выглядит. Здесь нужно было постоянно все считать. Ну такое из ее удовольствия, я хочу вам сказать. Дальше мне не очень нравится, как выглядит схема. Потому что, видите, как она здесь заканчивается. И вот как здесь продолжается. В общем, не очень-то удобно. Ну, я думаю, я справлюсь. Вышиваю я на пяльцах. Достала вот такие вот пяльцы новенькие, которыми я еще не пользовалась. У них такая классная натяжка. Слушайте, обычно я вышиваю на голубых. Но на голубых пяльцах у меня уже немножко, так они, знаете, разошлись. И приходится перенатягивать постоянно основу. А на этих просто супер. И ничего не мнется. В общем, я буду сейчас вышивать буковку М. После того, как я ее закончу, я хочу бисером выложить вот эту буковку. Почему? Потому что в пяльце у меня не входит вот так вот, да, одна буковка. То есть, если я ее закончу, приступлю к другой. Вот эту большую трогать не буду. Поэтому можно ее оформить бисером. То есть, она у меня никак не испортится. Вот. В общем, вот такие дела. Надеюсь, я сегодня вообще завершу эту работу. Она неимоверно красивая. И доставляет мне море удовольствия. Здесь сейчас сижу и слышу, как шумит ветер. Сейчас вам покажу. Видите, как у нас ветрено. Это довольно-таки нетипичная погода. Пожалуйста, верните солнышко. Кто выключил свет? Видите, везде лежат листья. Парень. Мне такое, если честно, не нравится. Ну, что делать? Прошло 4 дня. И у меня уже есть готовая работа. Ну, если честно, я думала, я вышлю быстрее. Но я недооценила масштаб и короботливость буквы М. Давайте покажу, что у меня получилось. Сначала покажу вот так. Теперь покажу поближе. Здесь, на что я не сделала, это бэкстичку снеговика вот здесь. Но я это только что заметила, поэтому исправлю. Вот, я уже везде пришила бисер, где только можно и нельзя. Вот такой снег здоровский. На варежках бантики сегодня сделала. Здесь еще от себя добавила зачем-то французский узелок. Непонятно. Мне очень нравятся вот эти ленточки. Ну, просто супер. Деревья, снег, опять. Буква О, довольно-таки тоже кропотливая. У меня была красивая такая снежинка. И вот. Вот эта буква вышивала с меня два дня. Один день я вышивала саму букву, и второй день я делала снежинки. Ну, сложно, скажу честно. Маргаритки я закрепляла французским узелком, а не так, как советуют производители. Производители советуют сюда приделывать бисеринку. И последняя буква. Я здесь немножко ошиблась, так как сердечко должно быть чуть-чуть повыше на одну букву вот сюда. Точнее, на один стежок, на один крестик. И, то есть, вот эта часть тоже должна быть чуть-чуть повыше. Ну, я думаю, ничего страшного. Я, кстати, вчера, когда вышивала вот эту последнюю букву, смотрела фильм «Рождественский коттедж» про Томаса Кингдейла. Это очень известный американский художник. Мне кажется, один из самых известных. Многие знают его картины по работе «Анкор», «Буцилла». Не знаю, по-моему, Дима сейчас ничего не издавал. Вот, но очень интересный фильм. Прямо мне зашел под муд Рождества. Давайте покажу, что осталось. Бисера осталась на подбор. Конечно же, тут не хватит на второй дизайн. Даже на половину, но на подбор вполне. У меня нитка осталась вот такая, совсем чуть-чуть. Тоже на подбор. И вот нитки, которые вышивались, да, сами буквы. Тут у меня котик под ногами. Игрушку принес, хочет играть. Поэтому, извините, он тут милкует, может, громко. И вот ленты. В принципе, ленты осталось много, но, конечно, их тоже не хватит на второй отшив. Вот. А еще тут была вот такая замечательная снежинка, которую я нечаянно сломала. Так, ногтем надавила, и она у меня отвалилась. Но она здесь особо нигде не используется. Только вот тут. Ну, так как у меня есть такой рамки, то использовать я ее не буду. Может, потом приклею. Ну и все. Вот такая вот красота. Сейчас пойду сделаю бэкстич и сфотографирую. Очень мне нравится, что получилось. Я прям супер довольна. Опять меня увлек Амира Милахила. Сразу же захотелось много чего заказать. Я вчера как раз-таки нашла интересную серию, которая продавалась на одном сайте, но я не стала покупать. Подумала, ну куда мне? Куда мне еще? Надо было еще то, что у меня есть. Вот. Очень здоровская работа. В принципе, можно вышить ее и под обором. Главное найти вот эту Тулу. После дождя и ветра улица выглядит, как апокалипсис. Так не очень симпатично. Надеюсь, все это уберут. Пальмовая ветка застряла на проводах. Вся улица усыпана ветвями сухими. У нас вчера был день вышивальщицы, и в кои-то веке я решила ничего себе не покупать на этот праздник. Я решила начать новый старт. Я наивная, думала, что я его начну и закончу вот этот вот дизайн. Милхил вообще думала взять сначала большой набор от Виктории Сэмплер, который я планировала вышивать этой зимой, но подумала, нет, наверное, чуть попозже возьму. Хочу насладиться Милхилом. И так как эта коробка у меня как-то плохо лежала, никуда на мои полки не помещалась, я решила взять ее в отшив. Здесь у нас 5 цветов ниток DMC, которые я расположила на своей любимейшей палетке. Бисер. Здесь не весь бисер, потому что я его пересыпала на липучий коврик. И иголка. И вот такой вот эмбелошмент. Так он выглядит. Такое маленькое красненькое сердечко. Ага, хочу сказать, вот номер кому нужен. Номера здесь нет. И что я заметила? Что вот эта коробка, она отличается по размерам с моей предыдущей коробкой, которую я вышивала также от Милхил. Вот видите, здесь бисер у меня прям расположился от притык в притык к этой коробочке. Да, вот прям вообще очень близко. И она оказалась меньше, чем вот эта по размерам. Не знаю, можно ли так вот прям сейчас заметить. Но да, видите, чуть-чуть, парочку миллиметров здесь не достает. Вот, что очень удивительно. Вообще эти коробки продаются у нас спокойно в Хобби-Лобби. По-моему, они стоят около 10 долларов за 6 штучек. И можно их купить и вышивать спокойненько подбором все коробки. Я, собственно, планирую так сделать, но проблема в том, что они то ли чуть побольше, то ли чуть поменьше. По-моему, чуть побольше. Но ничего страшного. Вот. Хорошенький котик. Представляете, эту коробку купила вообще за доллар. Просто за доллар. Вообще, где-то видно. Вот эта стоила, по-моему, 16. То есть она стоила 10 плюс доставка 6. Вот. Здесь я помню свои разные пуговички. Такие красивые они. Я как-то купила год пуговиц. Вот это все у меня обошлось 50 долларов плюс доставка 9, по-моему. То есть довольно-таки неплохой дел. Я говорю про цену, потому что у меня часто спрашивают называть цены, по которым я покупала что-то. Не знаю почему. Расспрашивают. Буду говорить. Нет проблем. Вот. У меня было больше. Но я раздорила пуговицы. Поэтому осталось вот. Не так уж их и много. Вот. Так. Давайте покажу тебе, что у меня есть. И вот у меня вышелся такой олень. Притом олень я вышила сегодня, а рамку я вышивала вчера. И я три раза распускала вот эту часть. Если бы здесь не было петит крестика, наверное, эта работа бы вышелась быстрее. В смысле петит бисера, да? Пришли там крестиком. Видите, я сократила слова. Быстро. Ну, очень красивая коробочка. Относит 99-й год. Ну, прелесть. Просто прелесть. У меня еще есть такая коробочка. Ой, это вообще моя большущая любовь. Обожаю этот дизайн. И мне сначала было страшно приклеивать. Я приклеиваю все на двухсторонний скотч. Такой большой сюжет еще и раритетный на коробку эту. Но потом подумала, ну и что. Если что, вышлю еще раз подбором. Пуговицы куплю. И подберу бисер и вышлю. Но в итоге я так довольна, что у меня получилось. Просто не могу нарадоваться. Я обожаю эту коробку. Я постоянно использую уже. Сколько? Почти полгода. И она у меня вообще в идеальном состоянии. Как была, так и есть. Конечно, можно сделать еще здесь какую-то небольшую окантовочку. Но я пока не собираюсь. Так, теперь по поводу Милл Хилл. Есть один дизайн, который я очень хочу. Это опять же Welcome. Который я вышивала на этой неделе. Но это летний сюжет. И он стоит в три раза дороже на eBay. А я так его хочу. И я не хочу переплачивать. Как бы из своих денег. Звучит, конечно, очень странно. Потому что я все покупаю на свои деньги, естественно. На чьи же еще никто же мне не даст. На вышивку. И я решила первый раз. Или первый. Нет, второй раз. Продать схемы от JustNan в группе. Но я буду продавать их с остатками. Вот. Я посмотрела, за сколько их продают. И решила сделать то же самое. Вот. Просто для того, чтобы мне купить вот этот вот дизайн. Который я хочу в три дрога. Я, наверное, сумасшедшая. Можно вышить подбором. Но я так хочу этот летний набор от Милл Хилл. Очень-очень сильно. Даже в три дрога. Вот, чтобы мне было не так обидно и так жалко отдавать такую круглую сумму за этот наборчик. Маленький. Я думаю, продаем-ка я вот эти дизайны. Если купить, так вообще супер. Пущу эти деньги тогда в свой набор Милл Хилл. Но самое интересное, что с этих дизайнов, которые я хочу продать, мне еще надо налог будут заплатить. Потому что, по-моему, там от 600 долларов, когда ты продаешь на PayPal, тебе нужно в Америке платить налог. Вот. А так как мне там отправляли деньги девчонки с России, я помогала выкупать им схемы, еще что-то. И у меня там уже больше, чем на 600 долларов получается. Вот. Поэтому, да. Ну, ничего страшного вообще. Если я получу за это хотя бы, не знаю, 30 долларов, я буду супер рада. Хотя бы часть наборчика моего окупится. Хотя изначально этот набор сам стоил. Там 25-26 долларов. Ну, да ладно. В общем, вот. Что сегодня. Планирую вышивать этот дизайн. Ну, конечно же, я надеюсь, что я его закончу. Еще хочется повышевать Dimensions, которые у меня есть в Долгострое. Хочется и начать новый шепрозбург Собирателя. И Викторию. И то, и сё. И меня так бросает из стороны в сторону. Не знаю, куда податься. Прямо, знаете, как это... Как сейчас это называется? Выбираться и туда, и сюда меня тянет. Я вспомнила, забыла фамилию актера, которого разрывала там туда, и туда, и сюда. Ну, вы поняли, да, наверное, о чем я говорю. Если нет, то ничего страшного. Вот. Ну, все. Пойду что-нибудь повышеваю. Потом на вышиваю. И вам покажу, что у меня получается. Сегодня, на самом деле, пятница. У меня получается снимать совсем не неделю, а две недели. Ну, мне это очень даже нравится. Я встречалась с Софией на той неделе. Планирую завтра выпустить видео с ней о нашей вышивальной встрече. Не знаю, как вы вас примете, потому что там было очень шумно. И мы, конечно, не самое лучшее место выбрали. Но мы там просто разговариваем, смотрим её работы, мои работы. Вот. Так что будет очень интересно получить от вас реакцию на это видео, потому что ничего подобного у меня не было. Ладно, что-то я тут заговорилась. Пойду вышивать и попробую продать вот эти свои остатки. Если нет, ну, так ладно. Кстати, я обычно у Тани спрашиваю, у своей подружки, надо ли тебе, Тань, остатки. Она у меня тоже спрашивает. И если не надо, то я тогда отдаю. Вот. Ну, у неё всё это есть, поэтому ей не надо. Своего добра хватает, как она говорит, своё бы вышить. Всё. Пойду вышивать, а что-то я тут заговорилась. Длинный, длинный пирс. Пойду до самого конца, посмотри, что же там такое. Сейчас сколько времени займет. Наверное, минут 15. Такая дорога нехорошая. Асфальт прям приятный. Мне кажется, в моём родном городе дороги хуже, чем здесь, на пирсе. Вчера я завершила коробочку от Милхилл. Вечером я уже её оформила. И вот как выглядит готовый результат. Ну, потрясающая коробочка получилась. Она мне очень нравится. Такая нарядная. В общем, не отпускает меня эта тема. И пока не отпускает, надо вышивать на вдохновение. Как можете видеть, она довольно-таки аккуратна у меня получилась. Я прилепила работу на двухсторонний скотч. И всё выглядит довольно-таки аккуратно и мило. Притом сама коробка оставляет желать лучшего качества. Как можете видеть, да, здесь такие вот непонятные помятости. Но ничего страшного. Конфетки, конечно, я здесь вряд ли буду хранить. Но пуговки точно. Ещё я решила начать один дизайн. Уже здесь, видите, от Шепард Буш. Собирателя игрушек. Почему его? Потому что он для меня кажется таким рождественским. И я давно хотела его начать. Вообще, я думала сначала взять Викторию Сэмплер. Но потом решила, что нет, буду брать собирателя. Всё-таки давно уже его откладываю. И я вчера неплохо повышивала. Вышивала полтора часа всего. Но за полтора часа я вышила, покажу ножичками, вот эту вот его шляпу. Сегодня утром я проснулась и довышивала вот эту часть и его личико, если это можно назвать лицом. Вот. И сейчас буду делать трубку. Для вдохновения я смотрю Катю из Канады. Это её январское видео. Я уже его, конечно же, смотрела. Но мне опять хочется посмотреть, потому что какой же этот дизайн красивый. Я начала как раз таки там, где она ещё не вышивала. Но я думаю, может даже пойти наверх. Потому что здесь, в принципе, только бэкстич, да, придётся сделать. И потом по бэкстичу легко добраться, да, вот этого солнышка очаровательного. Вот нитки я все разобрала таким вот образом. Я, наверное, вам уже их показывала. Мне очень нравится такой вот метод. И что удивительно, в схеме я здесь увидела, что, например, есть крестик, да, который идёт после снежинки. Здесь я не понимаю. Вот видите, здесь есть крестик или нолик, 503 цвет. Как понять, каким вышивать? То есть почему нельзя сделать один значок, да, зачем два? Я что-то не поняла. Да, ну ладно, надеюсь, разберусь. Может, пока оставлю, не буду вышивать я значок, но посмотрим. В принципе, я думаю, вышивается легко. Я разберусь. Вот это незашитые участки вышиваются обычно тем цветом, которым вот у нас виднеется здесь, да, как сказать, не окантовка, что это у нас, края. Кстати, видно, что эта схема написана вручную, сделана. Поэтому здесь такие вот прям зачёртыши. Что-то я совсем странно разговариваю. Ну, простите, у нас утро. Вот. В общем, такая красота. Посмотрю сейчас вот это видео Кате. Ещё раз потом посмотрю видео с готовой работой. Ну, чудесный, чудесный результат. Хочу все четыре собирателя вышить в 2023 году. У меня уже, значит, один собиратель игрушек, и там пампушка у меня вышита. У меня больше нет схемы с паком собирателя травницы, травки. Но я куплю набор, я хочу купить набор, не хочу отдельно всё собирать. Вот. В общем, очень довольная, что я начала прям вообще. А, кстати, не сказала, что вчера вечером под этот дизайн я смотрела очень интересный рождественский фильм, который называется «Санта-Клаус». У него есть три части. Но первая моя самая любимая. Я вам очень советую, особенно если у вас есть детки, потому что он такой добрый рождественский и познавательский. В 99-м году был снят. Я его, наверное, посмотрела первый раз в 2000-м или в 2001-м году. И тогда удивилась, что американцы вешают носочки на камин. Для меня это всё было так непонятно, потому что ещё не было интернета. Да, у меня была маленькой девочкой, где я могла про это узнать. И что Санта пролезает в дом через камин, и ему нужно оставлять печеньку и молоко. В общем, я ничего про это не знала. И поэтому мне было так интересно посмотреть. Сейчас так, конечно, смотрю и улыбаюсь, потому что сама делаю то же самое. Хотя печеньку с молоком не оставляю, потому что чревато, что я ночью сама всё это проснусь и съем. Что я хотела сказать. В этом фильме, там, когда вешали носки на камин, там я увидела только спустя вот столько лет, хотя я смотрю этот фильм каждый год, даже по несколько раз, я увидела там носочек, который вышел гобеленовым стежком. Что для меня удивительно, потому что американцы обычно... Так это у меня тут пастила, извините, торчит. К чаю я же не могу просто так вышивать и ничего не пить и не есть. Так вот, американцы обычно не запариваются и покупают обычные носочки в магазинах, потому что их очень много на этот рождественский сезон появляется, поэтому они спокойненько покупают. Но те, кто, не знаю, вышивает, да, как мы, это очень интересно увидеть, потому что, ну, всё-таки, мне вот интересно, откуда берутся эти атрибуты фильма, кто их вышивал, да, делал этот сапожочек. Вот, поэтому, да, и там я вышивку нашла. В общем, вышивка везде. Ну, всё, буду я смотреть Катя на видео. Интересно, Катя меня смотрит. Катя, если ты меня смотришь, тебе большой привет. И буду дальше вышивать, потом покажу свои небольшие продвижения. В общем, мне так нравится уже, что получается. Могу показать изнанку. Она, конечно, у меня такая не суперкрасивая, но так вот я закрепляю нитки, да, я делаю такие протяжки под крестиками. Ну, в принципе, наверное, как и все, на лице не закрепляю. Вот, ну всё, пойду вышивать, и надеюсь, у меня какой-то будет небольшой потом прогресс, который я вам покажу в следующем включении. Прошли выходные, и у меня уже есть небольшой прогресс собирателя игрушек. Игрушек, и вот так вот работа выглядит на данный момент. Как мне кажется, я неплохо так продвинулась за четыре дня. Как можете видеть, я поменяла пяльца. Сноурги я перешла на станок классингесмен, потому что хочу научиться вышивать двумя руками. Я уже давно хочу, но всё никак. Почему перешла? Потому что работа большая, я тут довольно-таки большой отрезок ткани, тяжёлый, и держать одной рукой и вышивать другой очень напряжно для запястья. Поэтому, я думаю, буду учиться двумя. Я взяла этот станок, так он выглядит. Я думаю, все его знают. И, как можете видеть, вот эту часть я вышивала одной рукой. Крестики довольно-таки неплохо ложатся, несмотря на то, что нитки очень сухие, они такие старые-старые. Всё-таки старые DMC очень отличаются от новых. Они более тонкие и сухие. И вот эту часть в шляпе я вышивала двумя руками. Ну, конечно, сразу можно видеть, что качество крестиков страдает, и по времени это долго. Но я решила всё-таки научиться этому навыку и немножечко тут где-то вышивать одной рукой, где-то двумя руками как-то приноровиться к этому делу, потому что не хочу остаться без руки и потом вообще не вышивать. Поэтому надо учиться. Ну, так вот, здесь я, как видите, уже такой большой участок вышила, но это было всё очень просто. Я решила вышивать всё по-простому. Там, где у нас в большой участке одного цвета, я подумала, начну именно с этого, потому что если я начну вышивать вот это, то тут я глаза сломаю. В общем, мне надоест, и я не буду вышивать. Поэтому решила начать с самого такого простого. И вот меня так захватило, и у меня, видите, всё понеслось и понеслось. Сегодня я хочу вышить этот рукав, и в инструкции у нас сказано, что вот этот рукав и вот эта часть, она не полностью зашивается. То есть нужно просто сделать вот такие вот узоры, буквы Н. Обычно, шепард сборщ, если здесь, например, Н, здесь тоже Н, к примеру, здесь Н, то значит, внутри зашивается Н. Ну вот, там, на примере П и П, и вот значит, это всё внутри вышивается таким же цветом, как вот здесь, то есть П. А здесь это наоборот. В общем, это облегчает задачу, потому что здесь довольно-таки немного крестиков. Я думаю, я с этим быстренько справлюсь. И вообще, у меня такое желание пришить срочно сюда бисер, чтобы у меня тоже всё красиво как-то выглядело и имело такой, знаете, завершённый эффект, хотя бы здесь сверху. Но не буду этого делать, потому что потом, когда буду перепяливать, боюсь, что испорчу бисер или вообще как-нибудь по моему работу. Вот, не знаю, куда я дальше буду двигаться. Конечно же, сегодня я вышью вот эту часть. Хочется мне вышить город. Он вышивается в одну нить. Тоталуна тоже вышивается в одну нить. В принципе, здесь всё легко. Тогда нужно будет перепяливать. Я, наверное, не очень хочу. Не знаю, посмотрим. Двигаюсь без плана и вышивать работу по вдохновению. Если честно, когда я вышиваю один дизайн, например, уже там 4-5 дней, то всё, я уже хочу начать следующий. Не знаю, с чем это связано, но в этом месяце у меня просто, не знаю, каждую неделю начинаю новые дизайны. Даже у меня было несколько дней подряд новый дизайн. Не хочу, наверное, заканчивать все свои работы, начатые до конца года. Но я, конечно же, не успею. Хочу просто наслаждаться и получать удовольствие. И первой жизни меня абсолютно не волнует, сколько дизайнов у меня начат. Я даже не считала. Я просто хочу начинать и кайфовать. Вот. Хотя до этого 2 видео назад говорила, нет, хочу всё закончить. Но ведь какие-нибудь творческие натуры бросает из стороны в сторону. Всё-таки в жизни у меня всё стабильно. В хобби можно как-то немножко и попроказничать. Вот. Здесь довольно-таки простая инструкция. Вот написано, да, что чем заполнить внутри. Всё понятно. Бэкстич. Что вышивать, что не вышивать. В общем, супер. Мне всё нравится, всё понятно. Единственное, мне непонятно только, как я уже ранее говорила, пока что не разобралась, почему здесь на одном цвете два значка. Какая разница, я не понимаю, но посмотрим. Вот. В общем, это всё. Сегодня повышиваю ещё. И потом вам покажу, что у меня получается. Всё, пойду вышивать, потому что невозможно оторваться от работы. И очень хочется её продолжить. Прошло несколько дней, и мой собиратель выглядит вот так. У него немножко подрос кафтан, как видите, здесь вырисовывается такой небольшой рисунок. Ёлочки. Вот здесь. Потом ещё какой-то тот рисуночек. А вот это незашитое пространство я оставила для бисера. И, в принципе, у меня осталось выше только вот этот вот кафтан. И можно немного передвигать пальцы, потому что, в принципе, здесь уже не очень удобно вышивать, и надо спускаться либо вниз, либо идти наверх. Ну что, я довольна. Довольна тем, что у меня получается. Давайте покажу на схеме, что у меня осталось сделать. В принципе, видите, тут не так уже много. Вот это красным просто повышевать, а вот здесь надо разобраться в мершанине и зашить незашитое пространство вот этим без значков одним цветом. Это тоже легко. Но вот только надо с квадратиком немножко так вот поводиться, и все, в принципе, можно будет уже передвигать пальцы. Вот эта часть, как я уже говорила ранее, не зашивается. Здесь у нас будет борода, и вообще, в принципе, зачем я так вот здесь старалась что-то вышивала, не понятно. Ну да ладно. Вот, как мне кажется, неплохой результат за сколько-то, 4-5 дней его вышивала, 5 дней, наверное, да, вышивала. Я его решила немного отложить и начать новый дизайн, как всегда. Долго думала, что начать, хотела что-то такое маленькое, шелковое, и от Виктории. И я взяла дизайн, на который еще смотрела летом. Я уже разобрала на него нитки, и летом же опять. И думаю, надо начать. Но каждый день, когда я на него смотрела, я думала, как же он мне нравится, и какой же он страшный. То есть здесь все техники, которыми я вообще не обладею. Ну, харданги руки я могу сделать. Вот это вообще моя самая любимая часть. Я обожаю просто борджелло. Шелковыми нитками и клиниками она выглядит просто потрясающе. Не, не знаю. Это любовь. А вот это все, как делается, непонятно. Схема еще такая, как мне кажется, для меня была непонятна, когда я только открыла. Я такая думаю, мамочки, как здесь все сложно. То есть, покажу вам, как съемка выглядит. Вот. Нужно все читать внимательно. В принципе, все легко, если разобраться. Нужно сесть и разбираться. Вот. Это не та работа, которую хочется вышивать, наслаждаться, смотреть YouTube, либо слушать аудиокниги. К сожалению, нет. С этой работой я сразу же выключила компьютеры и принялась вышивать. И за вечер я вышла только вот эту часть. И потом за остальные три дня я вышла вот эту часть. То есть, довольно-таки долго я ее вышивала. Очень красивый дизайн. Номер у него 45. Здесь в комплекте идет у нас штуклейник. Бисер. Очень красивый. И шелковые нитки. Отдельно нужно докупить было перле номер 8 и номер 12. И вот эта часть, по-моему, рамка вся делается перле номер 8, но я не захотела. Я решила делаться номером 12, потому что мне нравится больше. он так более аккуратно смотрится, понежнее. И я взяла номер 13. Ну да ладно. Нитки давайте покажу. Так, на этот котик ходит. Нитки очень красивые, шелковые, такие с переходом, просто супер. И мне еще очень нравится лента. Лента окрашена вручную. В принципе, я знаю, что такие ленты красят девочки, которые красят нитки, поэтому можно легко подобрать. Нитки здесь были очень длинные, наверное, метра два, если не три. Я их обрезала и делала вот так вот несколько сложений, чтобы мне было удобно. Так вот, что нитки вам показывают, давайте покажу, что у меня получилось. И вот мой результат. Нужно было взять лен 28-го каунта. Я предпочитаю вышивать на кашле, либо на пермине. Тут у меня завалялся такой отрезок довольно-таки большой, наверное, 18 на 27 льна от артисты. Это турецкий бренд, и я на нем вышивала несколько работ на сыром льна, но тут, как бы я решила, это белый льон, думала, что он нисколько не отличается от серого льна. Но нет, он оказался такой жесткий, это больше напоминает мне не льон, а равномерку. И мне очень неприятно на ней вышивать, то есть больше не буду ее покупать. не люблю вот такие штучки на льне. Я их, кстати, всегда подрезаю, чтобы они не лохматились. Вот, давайте покажу, как же это было сложно. Сложно разобраться, а сейчас смотрю и поймаю, какая легкотня. Вот эту часть я перешивала ровно шесть раз. Шесть. Во-первых, я вообще белым по белому это довольно-таки сложно, потому что нужно постоянно считать каждое переплетение и вот вообще абсолютно все, чтобы все сошлось. Ну ладно. Здесь такие почонки, как меда. Потом внутри колейник идет. Здесь легко бисер, бэкстич и что-то все, крестики, да. И вот это самое, наверное, такое сложное для меня было. Сначала я сделала бэкстич, потом я сделала лэйзи-дэйзи, потом взяла ленту и сделала французские узелки. К сожалению, они вам сейчас так не передаются, но они очень красивые, очень такие светлые. Не понимаю, как показать так, чтобы вы могли полностью рассмотреть их оттенок. Они не темно-зеленые, почему-то они светло-зеленые, ну да ладно. И здесь я немного ошиблась, вот эти два французских узелка нужно было сместить чуть-чуть вот сюда в бок. Ну ладно, пусть будет так. и что для меня самое страшное было, это делать вот эти вот цветочки. Боялась, на глаза боятся, руки делают и в принципе все легко у меня получилось. Сначала нужно было сделать два вот таких вот цветочка бордового цвета, потом пять по бокам ниткой с переходом цвета. Вот что у меня получилось. Я, конечно, открыла YouTube сразу, посмотрела видео у Виктории Сэмплэм на сайте и у меня в принципе все получилось. Единственное, что они у меня не такие, наверное, объемные, как мне хотелось бы, но все равно у меня будет много времени, чтобы практиковаться, потому что, посмотрите, следующий элемент это вот это сердце, но я, наверное, его пропущу. Я хочу повышевать вот эту часть и вот эту обожаю барджелла, как я уже сказала, поэтому, наверное, пропущу, потом к ней вернусь, но посмотрим. Она сделается тоже просто. Сначала креником выкладывается сердечко, потом лэзи-дэзи и потом уже заполняется полностью вот этими вот цветочками. Здесь много, поэтому я думаю, я наберусь опыта в этом деле. Хардангер здесь очень простой. Если честно, я думала, я с ней справлюсь быстро, но, как видите, прошло три дня и я вот продвинулась только как черепаха. Нравится мне этот дизайн очень-очень, я прям кайфую, когда его вышиваю. Но здесь у меня еще одна проблема нарисовалась. Так как я вышиваю на пальцах, у меня нет станка, и я не знаю, что мне делать. Придется, видите, здесь только вот, пока маленькая часть вылезает, придется снимать пальцы и вышивать на руках барджелла и делать хардангер тоже, потому что мне тогда придется примять немного вот эту часть. Естественно, я не хочу и не буду это делать. посмотрим. А может, сначала нужно, наверное, сделать рамку, потом сделать хардангер и потом его примять, потому что, в принципе, можно потом перейти к этой части. Не знаю, что я здесь буду делать, какое дело посмотрю. и здесь же есть, кстати, у нас схема и достаточно ниток, чтобы вышить вот этот элемент. Он мне напоминает рождественский венок, который есть у Виктории Сэмбер. У меня тоже есть такой пак, он сейчас лежит у моей подружки, надо забрать у нее, поеду, сберу. И не знаю, хочу ли я вышивать или нет, в принципе, в комплекте было бы очень красиво. Но куда мне это сердечко, я не знаю, здесь так много хардангера, и он еще такой непростой. Посмотрите, здесь какие элементы. Вообще сложно, как мне кажется. Очень. Ну, посмотрим. Здесь поближе можно рассмотреть получше все элементы. У Виктории есть такая интересная серия с четырех дизайнов, по-моему, называется Огонь, Вода, Земля и Воздух. Да. У меня есть все, по-моему, которые я заказала, кроме воздуха, вроде. И вот там в огне есть такие красные сердечки. Такой дизайн, там очень много таких красных горячих сердечек из борджеллы. Как же мне хочется его начать. Я вот выбирала между тем набором и вот этим. Наверное, то начну в феврале. Все-таки у нас будет 14 февраля, день влюбленных, все дела. У меня так много дизайнов с сердечками, буду вышивать весь февраль, сделать сердечный февраль. Вот. красиво. Прямо на шкатулку было бы супер. Это было все, что я вам хотела показать на этой неделе. Надеюсь, вы хорошо со мной провели время, повышевали, просматривали детальки. И всем большое спасибо. И пока-пока. Увидимся в следующих видео. Вот такую вот нашла. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Кроме вот этих дизайна здесь ничего такого и нет Вот этот очень красивый и вот этот